Капитальный ремонт зачастую для жителей Хрущевок становится единственной возможностью привести в порядок свои дома. К примеру, собственники пятиэтажки в Искитиме несколько лет ждали апгрейда аварийной крыши и копили на это деньги. Работы были порочены управляющей компанией еще в 2019 году. Но процесс настолько затянулся, что людям пришлось обратиться за помощью к депутату Государственной Думы Александру Аксененко. О своей беде народному избраннику рассказала старшая по дому микрорайон Южный 7 Нина Канаева. Во всероссийский день приема организованы партия «Справедливая Россия». Вот, посмотрите. Это наша крыша. Мы собрали 844 тысячи. Крыша не сделана. Значит, пятые этажи страдают. Пенсионерка сообщила, что крыша пятиэтажки, построенной полвека назад, пришла в негодность еще в 2015 году. Тогда искитимские чиновники управления ЖКХ установили, что железобетонные плиты кровли частично разрушены и испещрены сеткой трещин. Общее состояние конструкции оценивалось как аварийное. Однако начать капитальный ремонт собственники смогли лишь в 2019 году по договору с управляющей компанией «Реал». Организация должна была навести новую кровлю над шестью из восьми подъездов, а остальные работы провести позднее, когда жильцы соберут достаточно средств. Но и до сих пор ремонт не завершен. Надежда осталась только на депутата. Мы максимально сейчас включимся. Если нужно, я готов даже с золовой города, с золовой района по этому вопросу переговорить, обращение написать. Мы же тем временем побывали в Искитиме и попытались разобраться, почему апгрейд крыши забуксовал. Из планируемых шести подъездов новая кровля появилась только над пятью. Жители верхних этажей в оставшихся трех подъездах с ужасом ожидают весны, когда снег начнет таять. Вот 32 года я живу и 32 года я ходила, звонила, придут, помажут. Вроде маленько не бежит, весна началась, снова бежит. И у нас бежала над ванной, теперь уже и ванна, как говорится, надо ремонт делать, потому что там плесень. И на кухне бежала, а потом уже и в туалете стала бежать. По планам региональной программы фонда реформирования ЖКХ, капитальный ремонт крыши должен был стартовать не раньше 2032 года. Собственники настояли на переносе сроков. Весь ремонт разделили на две части. Ремонт крыши шести подъездов – это был первый этап. Второй этап был назначен на 22-й год. Но так как у нас аварийная крыша, мы были вынуждены опять собирать деньги на текущий ремонт и добавлять в капремонт. 844 тысячи не освоено. Эти деньги находятся в управляющей компании. В ООО «Реал» были явно не готовы давать отчет о том, куда делись средства собственников и когда работы на крыше продолжатся. Главный инженер компании вообще сначала предпочел скрыться от журналистов в своем кабинете. Можно показать документы по Южному 7? А какие документы вы хотите показать? А в данном случае хочется показать протокол, в котором прописано следующее. Вот смотрите. В 2019 году они делают первый этап кровли, он завершен. Средства текущего содержания 971.2 были перечислены. Второй этап запланирован на 22-й год. А с чем тогда сейчас заказывается металл? Я вам объяснил. Вы не показали только, что вы заказываете. Я объяснил вам. Я с руководителем разговариваю. Что он говорит, то я вам связал. Чтобы разобраться в затянувшемся коммунальном конфликте, мы связались с руководством ООО «Реал». Представитель управляющей компании Сергей Хориков заверил, что капитальный ремонт крыши над подъездами 2 и 3 все же будет завершен до конца года. В этом году скачок цен был на металл очень большой. Для мной была достигнута договоренность о профнастиле, который будет предоставлен нам где-то 21-23 числа, для того, чтобы можно было перекрыть эту крышу, а также фасонные изделия, чтобы закрыть торцы. И этап, который мы проговорили с Ниной Финной, он будет закончен. Похоже, одной коммунальной проблемой в Искитиме вскоре станет меньше. Остается добавить, что в приемных депутата Аксененко работают центры защиты прав граждан. Там жители региона могут получить консультацию и реальную помощь по самым разным вопросам. Многогранность этих вопросов, она колоссальна. Поэтому мы стараемся всегда быть объективными. В первую очередь запрашиваем юридическую оценку вопросов. И потом уже стараемся решить обращениями, запросами решить жизненную проблему каждого человека. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.